Метеорологическая обсерватория Казанского Федерального Университета отмечает юбилей. Ей исполнилось 210 лет. Подробнее в сюжете. Метеорологическая обсерватория Казанского Федерального Университета отмечает свое 210-летие. Она начала функционировать с 1812 года на базе Императорского Казанского Университета под началом профессора физики Франца Бронера, приглашенного из Швейцарии. Она до сих пор действует и считается в России третьей по продолжительности непрерывных наблюдений. Сейчас теплая погода. Градусов на 8-12 выше климатической нормы. Минус 1-2 градуса. Это очень тепло. Сейчас должно быть минус 12-13 градусов по многолетним наблюдениям на нашей метеорологической обсерватории. И выпадает снег второй день. Почему? Потому что мы находимся под влиянием циклона. Центр его на севере. Мы находимся под влиянием фронтальных зон активных. И поэтому вот такая у нас своеобразная погода. Расположенная во дворе Университета метеостанция является памятником истории. Здесь в свое время работал профессор математики и физики, изобретатель астрономических часов Иван Запольский, который еще в 1805 году приводил сюда студентов и учил их метеорологической грамоте. Также здесь трудились Николай Лобачевский и физик и магнитолог Всеволод Ульянин. Это уникальное событие, поскольку она является третьей в России. Вначале была создана метеорологическая служба станции в Санкт-Петербурге, затем в Москве. И вот в Казани появилась своя метеорологическая обсерватория. Это связано с тем, что через Казань раньше проходили экспедиции Беринга. То есть здесь у нас уже был опыт определенных метеонаблюдений. Мы ввели эти метеонаблюдения учителя казанских гимназий. Обсерватория регулярно освещает обзоры погоды. Там же размещается актуальная информация о текущей погоде на станции Казань-Университет. Здесь размещаются данные о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, относительной влажности и об атмосферных явлениях. Осуществляются актинометрические измерения. Фиксируются явления, которые имеют место в атмосфере. Погода наша обуславливается здесь, на нашей территории, так называемым западным процессом, Атлантикой, и поэтому у нас все время волны идут. Теплее, холоднее, суше. В данной обсерватории работают студенты. Такая практика существует уже более 200 лет. По отчетным свидетельствам выдана Метеорологическая обсерватория Казанского университета Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечено, что результаты наблюдений входят в состав Государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды и являются достоянием Российской Федерации. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюс.